Музыка, играй веселее, свадьба не свадьба без песни. Свадьба в советское время, пожалуй, главное частное торжество. На него старались пригласить всю родню, а порой и деревню, и обязательно закатить большое застолье, дабы не ударить в грязь лицом. Ну, праздничный стол, это вообще такое было событие очень колоритное. Все свадебные угощения, они готовились семьями самостоятельно, на это тратили несколько дней и ночей бессонных. Появлялись там и салаты, и очень часто мы видим там те же самые соленья, маринованные огурчики и так далее. Этим всем не брезговали и вполне считали подходящей закуской для праздничного стола. Особое внимание, конечно, виновникам торжества. Невеста исключительно в белом наряде, который нередко шили вручную. Самым, наверное, старинным на нашей выставке является вот этот свадебный венок. Примерно 1920-30-е годы. Сделан в такой довольно древней технике гануте, для которой бралась длинная проволока, и на нее уже наматывалась шелковая нить, и потом же формировались вот такие лепестки. То есть такая вот была мода в то время. Ну, а из платьев является самым старинным вот это вот замечательное платье 51-го года. Именно в 30-е годы 20-го столетия, рассказывает экскурсовод, и зародились особенности свадьбы по-советски. Торжество удивительным образом сочетает религиозные и светские обычаи. От выкупа невесты и хороводов гостей до официальной регистрации в ЗАГСе. В платьях, которые музею передали в дар барнаульце, в ЗАГСах побывало 20 горожанок. Причем некоторые из них не единожды, но каждый раз событие было торжественным. Вот у нас есть вот такое потрясающее платье, в котором невеста выходила замуж дважды. 6 лет разница была между первой и второй свадьбой. Действительно, очень такой уникальный фасон, интересный раньше, и я таких, по крайней мере, не встречала. Гуляли с душой, как правило, несколько дней. И подарки молодоженам старались дарить не только полезные в быту, но и оригинальные. Их тоже часто делали своими руками. Вот, например, у нас есть такая булава подарочная с надписью, на которой написано «Бей мужа с молоду, будет муж золото». Незазорным было напиваться на свадьбе, поэтому случались и конфликты. Но драка считалась хорошей приметой. Мол, молодые жить будут долго и не разведутся. А еще застолье не обходилось без главного тоста. Горько! За молодых выпить! Это святое дело! Если и вы захотели окунуться в атмосферу советской свадьбы или предаться веселым воспоминаниям, приходите в музей «Город». Работа выставки «Совет да любовь» продлится до конца лета. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком. Работа выставки «Совет да любовь» продлится до конца лета. Работа выставки «Совет да любовь» продлится до конца лета.